Итак, мы, можно сказать, достигли середины игры, но перед тем, как продвигаться дальше, нужно еще выполнить кое-какие незаконченные дела. Но для начала давайте потрачим 77 тысяч душ и прокачаемся. В данном случае нам нужна жизнь. Поднимем ее до 27. А теперь давайте вернемся в забытую крепость. В жилище Слук. Здесь я забыл один предмет, он не очень важен, но все же я его забыл, а я пытаюсь пройти игру на 100%, ну, по крайней мере, насколько это возможно. Разнесем эту чертову дверь, потому что именно из-за нее я пропустил этот предмет. Душа безымянного солдата. Если нажать фиксирование цели, то можно найти здесь, на этой деревянной балке, бабочку. Непонятно, как ее сюда занесло, но она здесь есть. Поставим наш арбалет. Собьем ее. Прямо на стол. Кушать подано. Здесь всего лишь лучистый самоцвет жизни. Тоже ничего интересного. И теперь нам нужно пройти еще к одному колоколу, который находится в башне Луны. Мы уже посетили один колокол, который находился в башне Солнца. Но перед этим я забыл сделать одну вещь. Возможно, это даст нам дополнительный диалог, а возможно и нет. Нам нужно выйти из ковенанта Звонарей. Звонарей. Итак, я сменил свой ковенант на ковенант Лазурного Пути. И здесь у нас очередной карлик Голем. И мы попадаем в башню с колоколом Алкина. Из этого всего можно сделать вывод, что Башня Луны и Забытая Крепость являются частью Королевства Алкин. Про принцессу Алкина больше ничего не известно. И некоторые считают, что Забытая Грешница это и есть принцесса Алкина. Здесь нам вторгается Звонарь, НПС. Также, если бы я играл по Сиди, здесь бы ко мне вторгались другие игроки. У этого карлика Голема мы вступаем все в тот же ковенант Звонарей. То есть получается, что этот ковенант может вступить либо в Башню Луны, либо в Башню Солнца. Например, он скептика. И так, здесь если провалиться в определенную дыру, вот в эту, то можно попасть в секретную комнату. Другим путем в нее попасть нельзя. Здесь лежит кольцо с синим слезным камнем. Кольцо с редким слезным камнем. Реагирует на ситуацию, когда хозяин попадает в опасность и временно усиливает его защиту. Ката, богиня слез, оплакивает тех, кто потерял своих любимых. Проливая за них синие слезы. Считается, что камень в этом кольце одна из его слез. Его. Пишут про богиню и тут же пишут его. Отличнейший перевод. Здесь также еще лежит фемиан скептика. И да, мы попадаем в ту самую комнату, где мы уже были. Но отсюда туда пробраться нельзя. Поэтому приходится падать сверху. Так, а где наш вторгшийся звонарь? Так, это не он. Он должен быть красного цвета. Это так, какой-то побочный эффект. В отличие от башни солнца, в башне луны есть босс, который находится за этой решеткой. Пока туда пройти нельзя. Пока мы не позвоним в колокол. А колокол у нас находится на верхушке этой башни. Не кажется ли мне только, что прилетело камнем по голове? Как же много здесь этих маленьких засранцев. Чокнутые защитники. Ну, на самом деле, то, что забытая крешница, это и есть принцесса Алкина, это очень спорно. Это одна из теорий, которая, можно сказать, как бы высосана из пальца, из того, что, вроде как, это Алкин, и кто это еще может быть, как не принцесса, которая согрешила и попыталась возжечь первое пламя, возможно. Из-за этого теперь находится в темной темнице и боится любого света. Две же ровни, которые находятся по бокам, были созданы для того, чтобы ее в случае чего усмирить. Возможно, именно Железный Король ее запер в этой темнице, так как двери в этой темнице абсолютно такие же, как и двери в Железной Цитадели. То есть, из-за этого всего можно вывод, что темница Запытой Грешницы как-то связана с Железным Королем. Но, также есть еще одна очень интересная теория. Это то, что Забытая Грешница на самом деле и не Грешница вовсе, а Грешник. И в этом опять во всем виноваты переводчики. Ну, на самом деле, тут их тоже винить сильно не стоит, потому что все-таки Lost Sinner можно перевести как и Забытый Грешник и Забытая Грешница. Но почему? Некоторые считают, что это все-таки Грешник, а все из-за того, что у этой Грешницы есть борода, которую видно из-под маски, а также то, что ее телосложение очень сильно похоже на мужское телосложение. И есть предположение, что эта Забытая Грешница Грешница, точнее Грешник, является никем иным, как Эйгелом, личным пиромантом Железного Короля. Но пока мы про Эйгела ничего не знаем, это как бы так, небольшой спойлер. И за этим туманом находится босс. Очень неприятный босс. Но если у вас есть ударное оружие, а также если есть электрическая смола, но у меня ее нет, либо электрические урны, которых у меня тоже нет, это облегчить вам жизнь. Электрическую смолу и электрические урны можно купить у Венгарла, говорящей головы, в Темнолесе. Но мне сейчас туда лень идти, поэтому я думаю, что я справлюсь, но я вот заметил, что у моей дубины очень мало опять прочности. И давайте я заранее, чтобы потом не попасть в просак, ее немножко подлечу. Ну что ж, этот босс должен быть вам знаком, если вы играли в первый Dark Souls. Там также на крыше мы сражались с двумя горгулиями. Но в чем засада этого босса? Это то, что здесь их не две, а целых пять. И если вы замешкаетесь, то вам, возможно, придется биться сразу с пятью. Поэтому нужно убивать этого босса как можно быстрее. И желательно не распределять свой урон сразу на нескольких, а убивать их по очереди. Эти горгули, по-моему, выглядят абсолютно так же, как и в первой части, только там они были с алибардами, а здесь они с какими-то пиками. и если у вас есть дубина, то битва с ними становится намного проще, но даже в этом случае я умудряюсь получать по голове. возможно, это все из-за того, что я просто не стараюсь и пытаюсь пройти этого босса напролом. Потому что реально мне этот босс бесит. Он мне не нравится и можно сказать, что это копипаст первой части. И к тому же, если у вас нет хорошей прокачки и ударного оружия, этот босс является головной болью. И, кстати, по-моему, даже музыка очень сильно похожа на музыку из первой части на горгульях. Так, здесь у нас сундук. Южное ритуальное кольцо. Так, и мы получили душу горгули из башни. Душа горгули из забытых подземелий. Сложные каменные статуи из башни таинственным образом обрели жизнь. И Южное ритуальное кольцо. Одно из тайных сокровищ Алдии увеличивает количество ячеек для заклинаний. Это скромное на вид кольцо несет в себе сильную магию. Подумать страшно, с какими ужасами пришлось справиться, чтобы создать его. Хотя, возможно, справиться с ними так и не удалось, ведь Алдии больше не существует. Но это еще большой вопрос. Хотя, в оригинальном Dark Souls его и не существует. здесь у нас очередной костер и очень хреновое место, которое очень легко пройти, если у вас есть семя гигантов. Как раз давайте сходим за семенем гигантов. Это не так далеко. заодно и в прошлый раз я его забыл прочитать, точнее не успел. Заодно и прочитаем его описание. Для этого нам нужно вернуться в лес павших гигантов на место отдыха солдат. Итак, убьем солдата, чтобы он нам не мешался. И вот наше семя дерева гигантов. Семя дерева гигантов. Часть дерева гигантов заставляет ваших врагов реагировать на захватчиков. Когда умирают гиганты, они вырастают из земли величественными деревьями. Смерть не конец, ибо все живущее остается частью великого круга перерождения. Но как быть с теми, кто не входит в круг? Очень интересный лор. Это еще раз подтверждает то, что в серии Dark Souls все циклично. Возвращаемся в нашу башню луны. Это место является некой отсылкой к демону капра. В первом Dark Souls был такой босс и даже обычный рядовой противник. Там была такая же лестница, собаки и сам демон капра. Только это место еще более противнее, чем сам босс, потому что здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть собак и фантом NPC. Но как вы уже поняли, чтобы с ним очень просто справиться, мы просто-напросто используем семя гигантов. И эти собаки должны сожрать его с грешный воргел. Извини, конечно, но биться сразу шестью собаками и с фантомом в таком маленьком закоулке это не очень прикольно. Получаем очередную человеческую фигурку. Душа пропавшей мертвеца. Не помню, даже тут не шесть, а еще больше. Еще одна душа. Собак частенько душ сыпется. Здесь, по-моему, раньше лежал ключ, а теперь тут лежит зуб дракона. Нечто окаменевшее и светящийся жук. Нечто окаменевшее и светящийся жук мы уж такое поднимали, а вот зуб дракона можно почитать. Гигантский зуб дракона, который используется как молот. Считается, что этот прочный, как камень, зуб вынули из пасти дракона. Но неизвестно, правда ли это. Но совершенно точно можно сказать, что он обладает определенными мистическими свойствами, а его хозяин становится невосприимчив к огню и магии. Эффект сопротивляемости к огню и магии. этот зуб является очень тяжелой дубиной. Также здесь еще фальшивон заточенный на чары. И требования у него тоже очень тяжелые. Требуется аж 50 силы. В базовом варианте наносит 313 урона. В данный момент моя прокачанная до плюс 7 дубина наносит всего 306 урона, но не намного меньше. Но этот зуб можно прокачать, но скорее всего придется прокачивать какими-нибудь особыми ингредиентами, но требования для него конечно очень высокие. И больше нам тут делать нечего. Можно продвигаться дальше. Вернемся в Маджулу. И давайте посетим нашего продавца доспехами. После того, как мы победили демона из плавильни, у него появился его сет. Шлем демона из плавильни. Огромные груды железа обрели жизнь. Хорошо защищает от огня. Старый железный король надеялся на свои богатейшие рудники, но он был испепелен существом поднявшимся из адских глубин. Опять же возникает вопрос, по какой причине это существо поднялось из адских глубин. грешницы мы уже читали. И давайте прикупим сет демона из плавильни. Он нам пригодится чтобы собрать эти чертовые предметы на огненных островках. Нам нужен очень высокий резец к огню. Мне немного не хватило. Нужно еще 5000 душ. Давайте сразу используем еще несколько душ, потому что мне надо будет еще кое-что прикупить. давайте посмотрим как этот сет выглядит. Выглядит достаточно симпатично с голым торсом и вот с таким позвоночником. Единственное что все портит это вот эта голова которая похожа на что-то непристойное. этот сет очень тяжел. Вес у меня сейчас достиг 109% но я все еще могу даже бегать. Если я слишком себя перегружу то я вообще перестану бегать. Также нам нужно еще кое-что прикупить роза бет. давайте сразу усилим пламя пирамантии купим у нее кольцо которое повышает защиту от огня а также пирамантию сырая плоть. И не делайте ошибку не покупайте вот эти маленькие оранжевые плоды которые на время увеличивают защиту от огня. Дело в том что все используемые предметы резисты они не совсем складываются. Сейчас объясню. Ну давайте одну куплю и покажу в чем фишка. Давайте сразу поставим кольцо кварцевое кольцо защиты от огня. Защита от огня у нас сейчас равна 272 единицы. Это означает что урон от огня будет снижен на 27,2 также можно взять в руки зуб дракона. Теперь наша защита равна 32 процентам. Но с зубом дракона я становлюсь практически неподвижен. Это моя максимальная скорость передвижения. Соответственно отскока у меня вообще нет. Поэтому зуб дракона явно отпадает по крайней мере для меня. Но давайте попробуем использовать пиромантию сырая плоть. Составим заклинание. Возьмем пиромантию. Сейчас у меня защита от огня 272 так как я убрал зуб. Немножечко попотеем. и теперь у меня защита от огня равна 572 то есть сырая плоть дает аж 300 единиц то есть на 30 процентов снижает урон от огня. Некоторые просто не смотрят на эти показатели и еще параллельно применяют до кучи вот этот маленький оранжевый плот который как бы тоже должен снижать урон от огня но смотрите что происходит после его использования защита от огня стала 42 процента то есть стало хуже получается этот плот как бы перебивает нашу пиромантию если мы применим пиромантию снова то защита от огня опять становится 572 получается этот маленький плот если уже использовали пиромантию абсолютно не нужен он делает только хуже так ну в общем-то мы готовы и давайте вернемся в нашу железных стадель сразу же возьмем этот предмет который лежит на этом островке и как можно видеть даже при защите от огня в 500 недостаточно чтобы спокойно собирать предметы но есть еще один способ как увеличить сопротивление от огня это облиться водой но пока нам и этого резиста хватит чтобы собрать еще тот предмет который лежит на том островке можно еще дополнительно использовать несколько самоцветов жизни которые придадут небольшой реген опс а вот это я заряд сделал вообще непонятно кому вообще в голову пришелся этот геморрой с этими огненными платформами яйца яйца бы музыка отрезать надо бы наверное съесть человечность что не совсем жизнь осталась ну я успел уголь вражды три штуки и фемиан простака уголь вражды очень полезная вещь так что не зря мы сюда прорвались используем косточку возвращения и пройдем следующий зал предварительно лучше разобраться здесь со всеми олонскими рыцарями я уже практически тут всех перебью и вот как раз эти бочки которыми нужно облить себя теперь нужно поторопиться хотя вроде как эффект воды проходит не так быстро вот я еще кажется не всех тут добил давайте посмотрим сейчас у меня защита 572 и это еще без применения пиромантий то есть нам вода из бочки дала 300 теперь у нас защита 872 87 процентов очень приличная защита и посмотрите как теперь мало снимает огонь у меня жить то есть в принципе 80% уже вполне достаточно чтобы чтобы спокойно собирать все вещи теперь нам остался последний третий зал да кстати давайте посмотрим что я вообще подобрал щит феникса небольшой щит с изображением феникса огненное море поглотившее железную цитадель поглотила и этот щит но когда его нашли он был совершенно цел и лишь немного потускнел обладает очень высоким сопротивлением к огню ну что ж вот мы попали в третий зал давайте применим человечность а то какой-то живот у меня некрасивый и сразу же применим пиромантию выпьем немного эстуса можно рваться в бой здесь у нас как раз стоят нужные нам фурмы да мне напомнили что здесь есть еще и ящерка которую я не догнал но ее проще убить при помощи лавы пока у меня огромное сопротивление к огню я могу включить все эти чаны вернуться к костру и тогда эта ящерка можно сказать покончить жизнь самоубийством и как можно видеть ящерка самоуничтожилась спасибо кукурузе за подсказку большой осколок обломок и камень дрейка и вот в этом месте без большого сопротивления к огню добраться до этого сундука просто невозможно потому что еще нужно поставить его пооткрывать шторм хаоса и с этой стороны есть еще один предмет огненное семя здесь практически все но Дима Сергеев не напомнил что я пропустил еще один предмет нет он не так важен как ящерка но все же я вернусь и заберу его а мне придется вернуться в башню солнца щит звонаря еще параллельно мне тут пихнули давайте заодно почитаем деревянный круглый щит звонаря очень легкий пользоваться им несложно колокола символизируют запретную любовь звонари их верные защитники всегда готовы уничтожить тех кто им угрожает судьба этих марионеток вечно стоять на страже запретная любовь между принцессой алкином и принцем вен что же было такого запретного в их любви а возможно все из-за того что алкин и вен в свое время воевали между собой и этот как раз тот самый предмет который я пропустил это фемиан простака вообще вот эти два колокола алкина и вена это является такой некой отсылкой опять же первым dark souls там также нужно было позвонить в два колокола пробуждения но и это еще не все после того как я дернул рычаг и выключил все ловушки теперь можно поднять вот этот предмет железный ключ который изначально не совсем понятно ключом от чего является давайте его прочитаем железный ключ ключ от железной двери железной цитадели замок старого железного короля погрузился в огненное озеро не выдержав собственного веса и бремени тщеславия короля со временем жадные до наживы странники растащили все железо из замка железная дверь скорее всего тоже находится где-то далеко получается раньше дверь которую открывал этот ключ находилась где-то в этом замке а теперь эту дверь куда-то утащили в другое место и теперь нужно найти это место но если вспомнить то у нас осталось не так много закрытых дверей которые мы до этого не могли открыть так же кстати я еще не прочитал пиромантию шторм хаоса считается что пламя хаоса поглотило прародительницу пиромантии создает множество столпов пламени хаоса искавшие могущество стали жертвой собственных желаний где же теперь их потерянные души возможно внутри забытой грешницы так у нас есть 30 тысяч душ давайте поднимем нашу жизнь до 29 я хочу добить до 30 так и давайте уже оденем что-то другое слишком тяжеловат этот костюмчик побегаем в таком вот сете для полного погружения можно еще поставить черную катану вот только одна проблема на нее нужно 25 ловкости к сожалению у меня столько нет так вот выглядит обычная катана и так выглядит черная катана конечно она немного отличается она действительно немного обгоревшая и рукоять у нее немножко другая но по-моему сету она не особо отличается единственное что в ней интересно это вот такая вот силовая атака да она красивая но к сожалению не особо практичная ну давайте поставим просто утиготану потому что как-то алонский сет с дубиной не очень смотрится и вот что я подумал для того чтобы уже полностью завершить железной цитаделью мне нужно сделать еще одну вещь это вернуться к костру который находится рядом с боссом идол эйгела в прошлой серии я говорил что этот бык является символом железного короля но похоже что я на самом деле ошибался и даже наименование этого костра который находится в башке этого быка называется идол эйгела как раз как раз эйгел про которого я уже кстати говорил и был приближенным пиромантом железного короля то есть все символы быка это идолы эйгела и что нам нужно сделать а нам нужно сжечь уголь вражды и поднять часть этой локации на нг плюс сделанного не вернешь этим самым мы возродили босса железного короля который станет теперь намного злее но также также в этой локации все станет злее и появятся еще дополнительные враги например вот этот красный фантом который так и поджидает пока я спущусь но вот он решился ух ты шустрая черепашка ниндзя да без хорошего прокачанного оружия на нг плюс будет мне не очень прикольно к тому же я еще и перегружен да перед тем как использовать катану надо было хотя бы эту катану немножко подкрепить хочешь чем-нибудь да не буду я прыгаю он в панцирном сете но но при этом без штанов твою мать да очень шустрый мощный фантом возможно я слишком поторопился с нг плюс но давайте еще поменяем наши кольца нам теперь нужна защита от огня также омонский сет слишком для меня тяжел давайте снимем перчатки тогда и шлем кстати я могу заново все зажечь да могу теперь понятно для чего эту штуку можно крутить вау бегать от него по кругу и ждать пока он не превратится в кусочек ароматного бекона в своей железной скорлупи мозгов у него конечно не хватает чтобы обойти чуть подальше панцирный доспех и есть один нюанс который указывает что король вендрик перенял некоторые технологии у старого железного короля и это может также указывать на то что король вендрик когда пришел на эти земли старый железный король возможно еще существовал итак панцирный доспех доспех панцирного солдата отлично защищает но также много весит что сражаться в нем может только очень сильный воин панцирных солдат создал старый железный король при помощи чар и душ сейчас же это просто железная оболочка которую можно носить великой души но волей случая он сбился с пути и превратился в обычного охотника за удовольствием очень обширный на лор сет который указывает что именно старый железный король создал панцирных солдат но также помимо обычного панцирного сета в игре есть старый панцирный сет и по-моему что-то у меня от него было да у меня есть старый панцирный шлем и здесь написано однажды воины в древних доспехах и тихо заняли свои места в рядах королевской армии ни один из них не произнес ни слова и не показал лица скрытого подмазка ну да конечно этого лица там в принципе и не могло быть получается что Вендрик позаимствовал у старого железного короля этих панцирных солдат что в принципе не удивительно так как он даже умудрился у него и дверь железную спереть так ну эту вещь я уже брал после того как я перевел всю локацию на НГ плюс тут все вещи которые на трупах деревянных сундуках они все поили заново здесь еще один лук электрический мне он больше не нужен у меня уж такой есть да и против этих дядек давайте я все-таки поставлю наверное большую дубину и огонь надо было бы отрубить конечно оу да он любит так делать можно просто подождать пусть он самоуничтожится еще один панцирный доспех если мне не изменяет память то при переходе на НГ плюс шанс дропа увеличивается и я пошел кстати не в ту сторону мне туда надо было мне нужно сюда давай жди на поумам твою мать муж ну да и 5 с этой дубиной я стал слишком тяжелый вообще конечно различные плюшки с НГ плюс лучше уже собирать после прохождения всей игры какой настырный да бей ты уже да бей ты уже Андрюса ударит нам по голове тем временем я потратил все бутылки как-то очень опрометчиво ну ладно попробуем справиться с одной бутылкой и поставим все-таки катану если честно я занимаюсь сейчас каким-то анализмом так ладно это мы уже видели ну давай старый король поломал шпиль в принципе не так уж и плохо я думал будет хуже ах да нельзя здесь долго стоять начнет туда палить а мы ему попробуем отрубить рога бей спровоцируем его на дыхание так стоп-стоп-стоп-стоп-стоп не такое дыхание ну ладно ну ладно ну ладно окей сейчас он продышится что-то он прям вздоем окей, попьем он решил скупаться ну что, похорошил эти это в кастрюль он нам нет 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 это нет нет здесь есть вы вот что вы 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 По-моему, на НГ плюс у него становится почти в два раза больше жизни. Сейчас будет взрыв. Дуй на меня, умница. Сейчас будет большой бух. Не успел бежать. Да елки-палки, что ж ты все не то делаешь, что я хочу. И на НГ плюс, помимо души старого железного короля, мы также еще получаем душу старого короля. Который очень сильно напоминает великую душу из первых Dark Souls. Душа старого короля. Душа неописуемого. Блин, прям как у Лавкрафта. У него тоже там все неописуемое. Это некогда великая душа все еще оказывает влияние на землю вокруг. Несмотря на то, что за минувшие века от нее сохранились лишь жалкие останки. И что нам это говорит? Это говорит о том, что в Старом Железном Короле находится, помимо его великой души, еще и реинкарнация души Гвина. Либо одно из частей души Гвина, которую он передал четырем королям. И вообще, если провести параллели, то Старый Железный Король очень сильно напоминает четырех королей, которые также погрязли в волчности и жажде власти, что привело к очень трагическим последствиям.